Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 54-е зачало, 13-я глава, с 36-го по 43-й стих. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющее доброе семя есть сын человеческий, в поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангела. Посему, как собирают плевелы, огнем сжигают. Так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, не делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Мы слышим притчу о Царстве Небесном. Она раскрывается в рассказе о человеке, который посеял доброе семя на своем поле. Но пока он и его работники спали, приходит враг и сеет плевелы среди пшеницы. Слово «плевелы» может означать сорняки, которые трудно отличить от пшеницы до созревания. Сходство, кажется, идет до самой глубины. Даже корни этих двух растений переплетаются. Мы стоим перед непостижимой тайной добра и зла, которую мы можем разрешить только в даре свободы. Откровение говорит нам, что вся история человечества развертывается на границе видимого и невидимого, в устремленности нашей к свету, который мы призваны познать из смертного своего падения. В сегодняшнем Евангелии Господь дает нам всеохватывающую картину. Сеятель – это сын человеческий. Доброе семя означает сынов Царства. Плевелы представляют сынов Дьявола. Враг – сам Дьявол. Жатва – кончина века, а жатели – ангелы. Смысл притчи предельно ясен. Ученики Христовы ждали, что с пришествием Господа в мир будет последний суд, и завершится это кажущееся бесконечным противостоянием между добром и злом. «Не все ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» – вопрошают они воскресшего Христа. Но Господь говорит, что Царство Его уже приходит. Однако страшный суд откладывается. Когда наступит суд, разделение будет полным, и судьбы сынов Царства и сынов Дьявола совершенно определятся. Но пока Царство откладывается, и последний суд не происходит. Развлечение добра и зла – самое главное в истории человечества, и Господь призывает не спешить с судом. В конце концов, один Бог различает добрых и злых среди людей. Один может быть как будто праведником, а потом внезапно оказаться вовне. Другой как будто безнадежный грешник, и вдруг он первым входит в рай. Пшеница и плевелы растут вместе. В каждом из нас идет невидимая борьба. Все определяет покаяние, и потому ангелы больше радуются об одном грешнике, кающемся, чем о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Не медлит Бог со страшным судом, а долго терпит, не желая, чтобы кто из грешников погиб. Не сразу совершается вроде человеческом вся решающая брань, как у ангелов, которые в одно мгновение определились в вечном выборе добра и зла, а в постепенном возрастании. От того, что силы зла делают все возможное, чтобы противиться царству, мы должны быть на страже всегда. Можно избежать суда на земле, но не в вечности. Некоторые понимают эту притчу, как рассказ о том, что до кончины века будет смешение истинных и ложных верующих в церкви. Но Христос говорит «поле мир», а не «поле церковь». Разумеется, и среди тех, кто в церкви, происходит неприметный рост дурной травы, но плевелы, которые являются явным соблазном или ересью, не могут быть терпимы в церкви. «Я писал вам, — говорит апостол Павел, — чтобы вы не сообщали с пьяницами, блудниками и прочими беззаконниками. Впрочем, не со всеми иначе надлежало бы нам выйти из мира, а с теми, кто, называясь братом, поступают беззаконно. С таковыми даже и не есть вместе. Поле мир и притча о плевелах ставят царство небесное прочно в мире, где оно опасно сосуществует с несовершенством, со злом, с враждебными силами. Нет и не может быть речи о каком-то согласии со злом, а только о том, как среди этого зла устоять. Мы помним из другой притчи о сеятеле, что может случиться с семенем царства, посеянным посреди сорняков, которые обладают свойством расти быстрее и сильнее, чем все остальное. Христос говорит, вот ситуация, в которой находится мир. Несправедливо расширяющие свое пространство плевелы все агрессивнее соперничают с добрым семенем за благоприятные условия роста. Мы все это понимаем, и средства массовой информации напоминают нам об этом ежедневно. Зло достигает сегодня своего предела. Как хотелось бы иногда убежать из этого страшного мира куда-нибудь в пустыню или в монастырь, или в богобоязненные дни прошлого. Нет, говорит Господь, вы не избавитесь от сорняков. Вы будете расти в самой гуще их, заботясь о том, чтобы они не одолели вас, но также и о том, чтобы вам не удалиться от скорби и страданий, которые сегодня в мире, в некую стерильную землю, где на самом деле ничего не растет. Мы вовлечены в борьбу против лжи, растления и насилия, которые в истории не кончатся никогда. Но мы знаем, что все, даже земное поражение, может быть для любящих Бога возрастанием новой жизни. Более того, попытки разрушить веру, уничтожить церковь, могут привести к неожиданным духовным глубинам и соединить нас кровью мучеников с Господом. Пасхальная тайна открывает нам, что самая большая победа может родиться из самого большого поражения. В одной из притч о тайне Царства Небесного Господь дает пример горчичного семени. Оно меньше всех семян, но способно к невероятному росту. И рост здесь – ключевое слово. Царство Небесное всегда в росте, вверх, вовне, в просторы, в глубину. Небо – не неподвижное состояние, скучное, как смерть, которой оно предназначено вытеснить. Это не условие, ничего не делание, сродное мертвому покою. Нет, это истинная жизнь, это вечный рост и вечный ответ на призыв Христа устремляться все ближе к небу. Это вечное движение, это вечная молитва, как сказал один священник, прошедший страшные концлагеря и видевший своими глазами, что такое зло. Если мы истинные последователи Господа, ангелы Божии воинствуют вместе с нами, и нам уже дается узнать, что такое добро. Царство Небесное уже в нас, мы уже переживаем его волнующий рост. В этом почти совсем заросшем плевелами мире. Спасибо. 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 Спасибо.